Добрый вечер, уважаемые телезрители. Как всегда, продолжаем мы нашу работу в прямом эфире. И вот в следующий наш отрезок времени мы будем говорить о том, какая жара летом происходит в нашем городе. Причем жара как в прямом, так и в переносном смысле слова. Огромное множество, собственно, мы еще до экватора лета не дошли, а уже в Одессе произошло достаточное количество событий, различных примеров, много мероприятий, фестивалей. Вот продолжается вот это вот состояние жары в Одессе, и буквально с 25 по 31 июля тоже Одессу будет немножко сотрясать. Достаточно любопытное мероприятие. Я думаю, что правильно и лучше будет предоставить слово моим гостям, чтобы они об этом рассказали. А гостя у нас сегодня Аня Крыс, вице-президент Федерации дебатов Украины, автор проекта «Летняя дебатная школа». Ну, поскольку автор проекта, вы уже понимаете, что речь пойдет о летней дебатной школе. И Павел Богаченко, глава детского отделения Федерации дебатов Украины. Вот кто не слышал, представляете, у нас существует такая Федерация дебатов Украины. Тренер летней дебатной школы. Итак, Анечка, ну, расскажите вообще, как вы подошли к этой идее, а идея уже пять лет в порядке. То есть у вас уже праздник, можно сказать, юбилей будет, да, в этом году. Вот как вы стартовали в 2011 году, и вот как набирали, так сказать, обороты до сегодняшнего дня? Добрый вечер. В мае 2011 года была создана Федерация дебатов Украины, как уже сказал Александр. Все подумали, о боже, нечем заняться. Подробнее узнаете, что такие есть чем. И надо было сделать такое мероприятие, крупное всеукраинское, чтобы оно объединило всех ребят, увлеченных игрой в дебаты. И мы сидели, у меня спросили, сделаешь? Я сказала, сделаю, одесситка не сделаю, что ли. И вот так и зародилась эта идея. В 2011 году надо было объединить всю Украину вокруг, ну, вот этого дебатного движения, вокруг нашей идеи. Вот любопытно, извините, я, может быть, перебью, вот, можете меня тоже перебивать, у нас все демократично. Легко. Вот. Дело в том, что вот подобные игры, так сказать, мозгов, что называется, да, они очень всегда интересны, вызывают интерес, ну, наверное, у наблюдателей со стороны в большей степени, я имею в виду телепроекты типа «Что, где, когда», там КВН и так далее. Но вот дебатные, вот эта федерация дебатной игры, это сумасшедшая вещь внутри самой себя. Потому что если, ну, есть конкурсы на точные знания, на эрудицию и так далее, а здесь еще и на импровизацию. И тут еще на умение быстро все это сложить, выстроить, структурировать и изложить так, чтобы, так сказать, донести свою мысль. Вот в этом любопытно вот это вот состояние, да? И вот я вам таки скажу, что этому мы учим, я вам скажу больше, что к нам приходят люди, которые вначале двух слов связать не могут, которые выходят на публику, и вот видно по глазам, вот что все. Вот еще буквально пару секунд, и будет беда и лужа, и все. У человека стресс, ступор и так далее. Ну, проходит, я вам скажу, месяца два, и этот человек уже так вещает, и вот думаю, что магия не от дебаты, казалось бы. И вот такая летняя дебатная школа проходит уже пятый раз подряд. Конечно же, она своего рода мутирует, потому что меняется поколение, но самое главное, чему мы учим, и что мы поняли, что мы должны передавать, это знания новым игрокам. То есть у нас школа — это не такая закрытая структура, где из года в год принимают участие одни и те же там игроки. Мэтр-экс-экал, так сказать, уже подвязавшиеся. Да, мы считаем, что из года в год ребята должны принимать участие в разных апостасиях. То есть если ты был участником, то дальше ты должен быть, например, куратором группы. Если ты был куратором, ты должен быть тренером. Потому что важно не только принимать знания, ну то есть не только быть такой пиявкой, которая, ну там, присосалась, берет все самое лучшее, ну и так отваливает. А надо передавать те знания, надо понимать, что мы общественная организация. Общественная организация не может никак иначе существовать, кроме как передавать те знания, тот опыт, который у тебя есть. Мы обычно говорим, что летняя дебатная школа — это три моря. Первое море — это море знаний, потому что на протяжении недели мы учим ребят основным дебатам, тех, кто вообще ничего не знает, риторики, публичным выступлением, более опытных игроков, каким-то продвинутым техникам, тактикам убеждения. Второе море — это море эмоций, потому что школа сопровождается активной интеграционной программой, чтобы ребята из разных городов Украины между собой познакомились, интегрировались, продолжили общаться дальше, в дальнейшем. Многие приезжают на школу незнакомыми, а после этого заводят друзей, можно сказать, на всю жизнь. И третье море — это, безусловно, море черное, потому что мы проводим ее на берегу Черного моря. А еще я забыла важную вещь сказать. Говорите. В прошлом году был сделан такой экспериментальный проект, можно сказать. Мы собрали ребят с тех регионов, где еще не было дебатных клубов, дебатного движения. И это мой авторский проект. Не буду хвалиться. Надо, надо. Как раз вот тут. Это не хвалиться, это подведение итогов работы. А вот, подведение итогов. Да, напряженная работа. И была экспериментальная группа, и мы ребят научили, как вести дебатные клубы, дебатные движения. Мы назвали это «Менеджмент дебатных сообществ». И вот эта группа моя таки приехала в свои регионы, и таки сделали они там дебатные движения. И сейчас у них огромные команды, и ребята собираются, уже свои турниры делают. И в этом году мы, конечно же, повторим этот опыт, потому что мы хотим покрыть дебатными клубами всю страну. Чтобы у каждого украинца, независимо от того, где он живет, была возможность познакомиться с такой образовательной технологией. Потому что в некоторых странах Европы она закреплена на национальном уровне. То есть ребята в школах могут выбирать, что они хотят учить, например, на родоведение, или играть в дебаты. А у нас, к сожалению, она... Очень важно, знаете, о чем еще рассказать? Для чего, собственно, это нужно? Что мы получаем на выходе? Ведь на протяжении многих десятилетий, даже еще когда вас не было, а потом вы появились, мы все время... Нам было стыдно за наших политиков и чиновников, которые косноязычны, которые не умеют говорить. Но они при этом у кормушки, при власти, вот, и, так сказать, распоряжаются всем этим делом. Вот. И вдруг 20 лет, ну, я еще помню ту страну, которая была до этих 20 лет. Ну, и тут 20 лет независимости, и опять продолжение всех тех совковых вещей, которые мы так долго 70 лет накапливали. И вдруг появился президент по-английски, говорит, и премьер, который... И они говорят без бумажки, и большие месседжи такие, и оказывается, да, мы же можем. То есть надо готовить вот этих людей. Да вообще в жизни это полезно, уметь изложить свою мысль кратко и быстро. Так, Господи, на свидание вы идете. Первое, где нужны дебаты, чтобы вот это вот не покраснеть, чтобы вот это вот не заикаться. Да ладно, она договорится с родителями, чтобы тебя отпустили на свидание. По-моему, она подводит, потому что я спросил Ани, что вы делаете себе эти вещи. Давайте, у нас есть ролик, в общем-то, мы хотели с него начать, но мы в ответом улеглись, начали говорить. У нас есть ролик, вот, в котором подводятся определенные итоги вашей работы. Я думаю, там очень четко, ясно, ярко, очень отображено, вот, чем вы, собственно, занимались. Я попрошу, пожалуйста, покажите его. Дальше продолжим разговор. Если у вас по этому поводу возникнут вопросы, уважаемые зрители, телефон видите в углу экрана, звоните, подключайтесь к разговору. Потому что, я же понимаю, вы хотите спросить, а как попасть туда, потому что время еще есть до 25 июля. Ну что ж, смотрим ролик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, в принципе, с штрихпунктиром мы прошлись по основным знаковым таким мероприятиям, которые проходили. Вы там, наверное, видели в кадре здоровенный кубок, вот этот кубок привезен в Одессу. Вот, правда, Паша сказал только, что пришлось его разбирать по частям, что здоровенный кубок, выиграли, молодцы. То есть, два очень крупных международных турнира выиграли. Это международный дебатный телевизионный проект и международный турнир кубок Центральной Азии. Ну, собственно, в титрах вы видели, там было написано английским. Докладывайтесь. Ну, хвастайтесь, рассказывайте, как это было. Как это было? Давайте о кубке Центральной Азии. Он проходил в апреле этого года. Это международный дебатный турнир, в участие в котором приняли страны Центральной Азии, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и другие страны. Помимо этого, там были участники из России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии и даже Италии. Он проходил два дня, командам давались заранее определенные темы на подготовку, которые на сегодня являются актуальными социальными проблемами. Международная безопасность, инвестиции, культура и так далее. Особенностью турнира было то, что каждый из нас не имел, как обычно, в дебатах своего постоянного напарника. Каждый раунд мы играли с новым человеком в команде. Сетка формировалась таким образом, что сильнейший играет с самым сильнейшим. И уже перед полуфиналом я и Александр Севц, которым я играю в команде, прошли в полуфинал. И там была возможность выбрать друг друга, чтобы играть вместе в полуфинал. Мы успешно сыграли в полуфинале, прошли в финал и абсолютным большинством выиграли в финале этого турнира. Молодцы. Ну, действительно, казалось бы, Кубок Центральной Азии, какая сумасшедшая география была представлена. То есть, это видно, что действительно дебатное движение, это действительно для многих. Вот я для себя это открыл, когда вы мне первое с ребят привели. Для себя я это открыл, не знаю, с полгода тому назад. И многие люди наверняка еще об этом не слышали, а движение это достаточно, так сказать... Уже 200 лет. Представлено хорошо. Давайте, может быть, чуть-чуть подробнее. А вот это телевизионный проект международный дебатный, что это было? Телевизионный проект, его проводила Международная Образовательная Ассоциация Дебатов на английский, аббревиатура IDEA. Он снимался в течение года. Там тоже были представители около пяти стран. В течение года у нас снимались отборочные раунды. Было 12 эфиров, которые транслировались по национальному телевидению. Было онлайн-голосование. По результатам онлайн-голосования мы уже вышли в финал. Там встретились команды из Казахстана. И там, опять же, по результатам телеголосования мы победили в этом финале. Аня, ну, нас с такими победителями трудно спорить, да? Я так понимаю. Расскажите, пожалуйста, вот чуть-чуть подробнее немножко разжуйте. Потому что вы в этом живете, вам это все понятно. Вы знаете, мои победители со мной не спорят, слава богу. Вот чуть подробнее. Вот давайте танцевать от печки, что называется, да? Театр начинается с вешалки. Как это все, вот с чего это начинается? Как собираются команды? В конце концов, с 25-го числа у вас школа будет летняя, да? Может, кто-то вот увидит наш эфир и захочет подключиться. Как это сделать? И вообще, как это все происходит? Вот всю кухню внутреннюю расскажи. Давайте я вкратце расскажу. Дебаты — это ролевая интеллектуальная игра, целью которой является убедить судью либо аудиторию своей точки зрения. Дебаты ведутся на определенную тему, которая является либо каким-то актуальным событием, например, однополые браки, смертная казнь, либо какие-то общие философские проблемы. По факту, тема, каждая тема дебатов — это определенный мысленный эксперимент. Но тему вы предлагаете или вам ее навязывают, и вы не знаете, какая будет тема? Обычно команды узнают тему, по которой они будут играть на крупных международных турнирах и на всеукраинских турнирах за 15 минут. То есть до этого, до турнира команды готовятся, они должны быть читать новости, быть в курсе всех событий, что происходит в мире. И саму тему, о которой они будут дебатировать, мы узнаем за 15 минут. Точно так же команды узнают ту сторону, которую они будут отставить тоже за 15 минут путем жеребьевки. То есть люботы за люботы. Да, есть две стороны. Есть сторона утверждения, которая «за», есть сторона отрицания, которая «против». У команд есть 15 минут. Секундочку, вот как это происходит? Вы получили тему за 15 минут, да? Команда обычно из двух человек состоит? Может быть, больше? Есть очень много форматов, дебатов. В некоторых команды из двух, в некоторых из четырех, из трех. Не суть общее, что есть две стороны. Быстренько накидали какие-то тезисы, быстренько все это дело, так сказать, себе структурировали. Выходите, так сказать, на сцену, там, или, да, вот, выходите, так сказать, к Юпитру, предположим, представить эту тему. Вот как это происходит? Какое-то ограниченное время для того, чтобы свой месседж какой-то изложить? 15 минут мы поготовились, сформулировали аргументы, и тут как раз ключевое, что это должно быть что-то не просто тезис, а полноценные и сильные аргументы. Тут у нас в дебаты включаются телезрители, у нас звонок есть. Так что я вас передаваю, извините. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем. Добрый вечер. Будьте любезны, меня интересен такой вопрос. Могут ли быть участником вашей летней дебатной школы подростки 11-12 лет? Отвечайте конкретно. 11-12 лет могут быть. Пока что нет, но мы над этим работаем. Сейчас наша целевая аудитория это 11 класс и студенты. Также в этом году мы расширились на учителей. Но, к сожалению, к нашему глубокому пока что 11-12 лет мы не покрываем ребят. Но я очень надеюсь, что к следующему году мы так продумаем программы, чтобы могли приезжать и школьники. Движение растет, как снежный ком, и уже просто будет больше, шире возможности расширять возрастные рамки. Плюс до полотна. Кстати, тогда уже верхний предел возраста не ограничен? Нет, верхний не ограничен. Нет. То есть вплоть до столетних. Будем рады видеть вас. Итак, вы, значит, излагаете... Я просто хотел бы дополнить ответ на вопрос. И в целом мы одной из целей на следующий сетон поставили открытие дебатных клубов в школах. Поэтому, может быть, школьники 11-12 лет смогут присоединиться к дебатам не на летней дебатной школе, а с сентября месяца в своей школе, когда там откроется дебатный клуб. Итак, вы представили, сколько минут вам дается? 15 минут на подготовку по теме, по тому жребию, который выпал. И потом на выступление? Да, потом на выступление. У каждого спикера есть регламентированное время. 5 минут для того, чтобы объяснить свою точку зрения. Каждая сторона выступает по очереди, например, сначала выступает сторона утверждения, приводит аргументы за, потом выступает сторона против, приводит аргументы против, потом выступает следующий второй игрок по команде, который оппонирует то, что было сказано другой стороной против вашего кейса, набора аргументов, дополняет новые аргументы. Потом снова сторона отрицания по очереди. И в конце есть заключительные речи, которые называются речи секретарей. Секретари, они своего рода советчик судьи или субъективный судья, которому нужно объяснить, почему эта страна выиграла. Это аналитическая речь, в которой нужно объяснить, что было сделано важно вашей страной, почему ваши аргументы были важнее, чем другие. После окончания выступления игроков по регламенту судья принимает решение. Судьей выступает опытный дебатер, сертифицированный судья, у которого есть определенный опыт судейства и участия в дебатах. А кто их, кстати, сертифицирует? Федерация, да? Вот у нас есть новый орган, это аттестационная комиссия судей. То есть все по-взрослому, все очень солидно. И вот для того, чтобы попасть в летнюю дебатную школу, вы даже, по-моему, заставляли какие-то промо-ролики делать, да? Да, обязательно участие — это снять мотивационное видео длиной 1 минута. Примерно. Ну, примерно, плюс-минус, конечно же. Если есть что посмотреть, можно и дальше. Нет, ну сегодня видео никого не удивишь, и селфи друг друга снимают. Вот, потому что мы постарались со своей стороны, нас поддержало Министерство молодежи и спорта, а также импакт-хаб Одесса и их проект, партнер, точнее, киевские диалоги. И мы решили, что мы со своей стороны постарались, ну, значит, участники тоже должны постараться. Давайте посмотрим, да, один из таких роликов, это девочка-одеситка, по-моему, да? Девочка, да, девочка-одеситка. Вот давайте посмотрим, вот каким образом просто одеситка выполнила задание на дом. Всем привет! Меня зовут Ревенка Оксана. И я из города Одесса. Город, который никогда не спит, имеет тысячи и одно мнение, не всегда любит не убеждать, а сбивать стол. Так как вы же человеку в этом море страстей и постоянных споров? Я нашла ответ на этот вопрос, и поэтому еду в летнюю дебатную школу. Как говорил Гилберт Кейн Честердон, люди обычно ссорятся, потому что не умеют спорить. А результатов этого бывает. Почему именно я? Ну вы подумайте, куда мне маленькой, хрупкой девочке и лезть в драку? Поэтому нужно действовать с умом. А это меня точно научит Валдыша. А еще и с такими бонусами море, солнце, пляж и куча новых друзей. Поехали! Поехали! Вот такой любопытный рыв. Ну один киевлянин, по-моему, вообще всех переплюнул, да? Да, есть киевлянин Арье, он уже играет в дебаты, наверное, больше, чем полгода, если я не ошибаюсь. Около года. И это, можно сказать, такая душа романтического киевского отделения Федерации дебатов Украины. И он написал песню. И эта песня, скажу по секрету, станет таким как синглом летней дебатной школы 2015. Ну, мою молодость это называли гимном. Ну, сегодня это уже сингл, сегодня продвинутый. А давайте этот сингл мы и посмотрим, послушаем. Моящее море, горячий песок, градус с доказанностью очень высок. Дебатеры, тренеры, волонтеры, времени нет. Объясняет, нужно срочно загорать, если ты а дебаток. Вчера только услышал, или все большие спорчики тебе в смену дышат. Главы клуба, отделение всех дебатных поколений. Для себя полезное то, что-то найдут. Ну, самое главное. Симпатичные хлопцы, горьи девчата. Нам чисто говорят, еще в тебе слухолы, на эту соседнюю дачу. Ей, 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 ей. Это Элдыша. Почему нужно взять меня? В этом весь вопрос, зачем мне Элдыша? Кому хочу утереть нос? Но важный тот, чем полезен буду я. Для дебатов, путь людей, в ход пошла аргументация. Разрывай мир в путь, развивай себя. Всего можно достичь, хоть начиная с нуля. Для Элдыша хочу поехать, чтобы посидеться дебатные тонкости. И выйти из общих знаний, туманной невесомости. Но все это мелкнет по сравнению с симпатичными хлопцем. Мы раны, мы девчата, мы навчусь договоры. Ты еще мы наслухолы на битве в соседней хатте. Ей, ей, ей. Это Элдыша. Ей, ей, ей. Это Элдыша. Молодец, очень здорово. Да, достаточно эмоционально. Насколько я понимаю, найти вас в соцсетях очень легко. Что пишем в поисковике и где вас можно ответить? Литняя дебатная школа. Украинская умова, да? Да. И мы попадаем на ваш сайт, мы видим условия, по которым вы принимаете дебатную школу. Какие надо сдавать документы, наверное. Само расписание, как будет все это дело проходить. То есть можно уже успеть до 25 июля включиться? Или уже все, уже закрыт набор? Регистрация уже основная, закрыта. Но мы знали, что мы будем у вас на телепрограмме. И поэтому для телезрителей, для одесситов подготовили сюрприз. И тот из вас, кто первый зарегистрируется и напишет в комментариях, вот Федоренко с любовью, тот гарантированно пройдет на школу. Что же, тут я с удовольствием, так сказать, пусть используют мое имя, если я кому-то помогу, вот напишите так, очень нежно, особенно с любовью, вот, то они смогут подключиться. Также можно, мы еще добавим, очень ждем учителей, потому что сезона, ну вот сентябрь, май 2015-2016, мы будем активно развивать школьные дебаты. И как раз на летней дебатной школе вы сможете не только отдохнуть от своих школьников и будней, а также окунуться вот в эту образовательную технологию дебаты. Я уверена, что вы сможете не только открыть дебатный клуб, но и применять эту технологию у себя на уроках. Так что учителя, ну и все. А количество зрителей там какое-то ограничено? Ну, то есть можно прийти просто... Ой, у нас звонок, извините, давайте мы послушаем. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, я вот как-то, знаете, я относилась к молодежи сегодняшней, и к началу вашей перебятия тоже немножко привзято, но подошла. И спасибо вам, что мы, пенсионеры-педагоги, будем уже спокойно за нашу молодежь, потому что она растет, она развивается, у меня слезы согласны. Спасибо вам, Иси. Спасибо огромное. Спасибо вам, спасибо вам за такие славы. Радуйтесь сквозь слезы, радуйтесь с улыбкой на лице. А вообще, действительно, молодежь у нас классная, и я действительно периодически приглашаю в эфир ребят совершенно разных. Может быть, ну, найдите в Ютьюбе «Время Федоренко» наберите, и там посмотрите, вот были передачи, ребята вот для АТО плели, значит, браслетики какие-то. У нас, господи, какие только ребята у нас с ним. А в Хаби там вообще... Да, Сережа. А это, кстати, вот эти веснеты, это Сережа Апанюк, это наш дебатер тоже. Ну, вот видите. То есть, действительно, за молодежь надо быть спокойным и очень радоваться за них, потому что, действительно, они умницы, и они нас уже давно пересчегляли. Это мы, надув губы, щеки и животы, считаем, что, ну, что же, они ничего не знают. Они знают многое и даже лучше нас. У них технологии, у нас не было их молодости. Вот, ладно, отставим эти отвлечения. Так вот, можно будет прийти, да? Прийти просто как зритель, так сказать, любопытно посидеть, послушать, посмотреть. Можно будет последние два дня школы у нас будет проходить турнир по дебатам для участников этой школы. Я думаю, лучшая форма, которую будет намного интереснее посмотреть, чтобы ближе познакомиться с технологией, понять, как это происходит, это 29-30 июля приехать, посмотреть на турнир, как он проходит. Куда приехать? Школа у нас будет проходить в Затоке. В нашей группе в соцсетях можно найти точные координаты, как добраться. Помимо этого, там есть наши телефоны, можно нас набрать, и наши волонтеры с удовольствием тех зрителей, которые хотят посмотреть, встретят, проведут, покажут, что где и как. Ну, то есть, набирайте в поисковике «Летний дебатный клуб» и узнаете… Летняя дебатная школа. Летняя дебатная школа. Извините, Витя, я правильно сделал, что ошибся, вы уточнили, и это запомнилось лучше. Последний запоминающий случай. Летняя дебатная школа. Вот, и включайтесь в это движение. Ну, если вы в эту школу сейчас не попадаете, а ведь, ну, движение, то это будет продолжаться, и будет еще достаточное количество интересных мероприятий, поэтому, я думаю, вас это заинтересует. И вы можете играть и на русском языке, и на украинском. Самое главное — на английском, потому что нам выступать на международных турнирах, и поэтому мы еще играем на английском языке, в хабе каждое воскресенье, так что тоже приходите, будем очень рады всех видеть. Я похвастаюсь, если коротко. Допустим, я английский язык выучил при помощи дебатов. Дебаты на английском — это очень хорошая разговорная практика, которая помогает набрать необходимый словарный запас. Благодаря этому я спокойно сейчас выступаю на каких-то международных соревнованиях. Помимо этого, использую английский язык на работе, в переговорах, в ведениях переписки, в судебных заседаниях и так далее. У нас, кстати, был эфир не так давно, а это было 1-го числа, день архитектуры. Рассказываю, в архитектурном институте нашей строительной академии ребята на английском языке читали доклады на международной конференции. Они порвали зал вообще, все удивились, что мало того, что великолепное владение, ну и там специфический язык. То есть те студенты, которые, ну многие из них думают, вот каким образом продолжат свою карьеру или продолжат обучение где-то за рубежом, но надо владеть языком. Вот, кстати, через дебаты — это самая, по-моему, классная форма вообще изучения языка. Анечка, вы мне там накидывали разные ссылки, вот, ну, когда мы готовили, вот эти вот видюшки все, и там подскочило еще одно очень интересное, очень смешное видео, когда малыша там, я так толком не понял, что там произошло, что его на руках передавали, так сказать, друг другу, что это за малыш вообще, о чем там речь шла. Первый день мы традиционно проводим тимбилдинг, чтобы участники, ну, со всех городов, они друг друга не знают, и они должны между собой познакомиться, ну, чтобы всю школу на таком, на одном дыхании провести. И у нас есть прекрасный тренер Василий Комиссаров из Киева, он уже традиционно курирует этот процесс. И еще есть еще одна традиция, в каждую школу со мной ездит мой племянник. И так получилось, что ему сегодня 8 лет исполняется. Ну, давайте мы сейчас посмотрим вот это вот видео, интересно, вы, может, его даже и прокомментируете, что, собственно, там происходило, вот там сцена, да, вот открытая? Это, ну, это беседка, и получается, что ребята стоят, и чтобы, ну, скажем так, повысить уровень доверия друг другу, стоят спиной, и это такое ощущение, когда ты не знаешь, там тебя словят по ту сторону или не словят. И поэтому надо задать вопрос, команда готова? И команда дружно отвечает, готова. И тогда ты говоришь, я падаю, и когда ты вот чувствуешь эти руки, ты понимаешь, что все, вот этим людям можно доверять, и уровень доверия, ну, вот просто зашкаливает после этого упражнения. Конечно же, мой племянник не мог пройти мимо, как это так, все падают, а он не упадет. Ну, такой, в общем-то, еще юный совсем, вот, но не побоялся, да, смелый мальчик? Он со мной, он, да, он такой, он со мной с самого основания дебатного движения, мой главный и первый советчик уже ездит со мной на турниры. Ну, что же, в прошлом году он выиграл кубок, между прочим, мини-мистер Украина-Юг, да? Да, он еще и... А я попрошу, а вот эта фотография, да, вот она, Игорь, сегодня у него день рождения, так совпало, да? Да, Игореша сегодня 8 лет, вот он сейчас бегает в Игралэнде со своими друзьями, как трансформер, а я пообещала, что поздравлю его с днем рождения, и это будет еще одним сюрпризом для него, так что, Игореша, тебя безумно люблю и поздравляйте с днем рождения, ты у меня самый лучший. Ну, это еще своеобразный ответ, вот, наша телезрительница, которая спрашивала по поводу 11-12 лет, видите, 8 лет, а он уже активно в обойне, так что они придут к тому, чтобы, так сказать, окучить ваших деток, я уверен, причем в самое ближайшее время, вот... Ну, что ж, ребята, у нас уже минутка остается до эфира, до окончания эфира, пожалуйста, отдаю ее вам по реплике, чего мы не успели договорить. А все успели договорить, в принципе, да? Давайте я скажу, дебаты, на мой взгляд, почему я занимаюсь дебатами, это технология, которая помогает найти голос. К сожалению, нас не учат в повседневной жизни, как пользоваться словами. При помощи дебатов вы научитесь, что говорить, как говорить, когда говорить, а не идти по ступенькам, опустив голову и жалея, что что-то важное не сказали. Дебаты когда-то перевернули мою жизнь, я пришла в это движение, еще будучи совсем в седьмом классе, совсем юной, потом дебатов не было, я их возродила, и сейчас я не представляю без дебат свою жизнь, и я вам обещаю, что если вы попадете в дебаты, они тоже изменят вашу жизнь к лучшему. Приходите к нам и давайте менять и нашу жизнь, и жизнь всей нашей страны вместе. И всякие такие паразиты, типа, ну как бы, типа, я вот... Ну типа, вот это вот все, вот этого не будет. Потому что я так сказал. Это будет искореняться. Спасибо огромное, я еще раз напоминаю, у нас в гостях были Аня Крыс, вице-президент Федерации дебатов Украины, автор проекта «Летняя дебатная школа», и Павел Богаченко, глава Одесского отделения Федерации дебатов Украины, тренер летней дебатной школы. С 25 по 31 июля эта школа будет взрывать атмосферу нашего города. Успешной работой, надеюсь. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.